Годится, что понравится. Разное настроение, разные жанры будем чередовать, чтобы вы не успели загрустить или расплакаться. Но больше, конечно, такое всё более-менее грустно и печально, потому что я придерживаюсь того принципа, чтобы весело и хорошо было наяву, нужно, чтобы вся печаль оставалась на бумаге. Первый стих про современность нашу. В свои двадцать два я просто зашла в один из вагонов метро. С краю сидел какой-то неприметный дедушка. Его виски и голова седыми были, видимо, давно, а рядом сидела молодая рыжая девушка. Он поднял голову и свои голубые глаза и, встав решительно с сиденья, попросил меня сесть. Я не раздумывая сказала нет и отошла назад. В душе закралась тоска, а вовсе не сладкая лесть. Кроме той рыжей, рядом сидел ещё один парень в чёрных очках, кепке и с наушниками в ушах. Они сидели, словно ожидали заказа в баре, а над ними стояла бабушка с палочкой, будто на трёх ногах. Я продолжала стоять в стороне, ожидая конечной станции. Вдруг что-то странное произошло в моей голове, и я потеряла понятие о дистанции. Купав на пол, я не понимала, что происходит, лишь заметила в глазах того самого дедуши. Он аккуратно поставил меня на ноги и сказал, «Не бережайте себя, берегите малыша, девушка». Как хорошо тобою быть любимой и знать, что не предашь ты никогда. Приятно слышать голос самый милый, смотреть в твои прекрасные глаза. Мне так тепло, когда ты со мной рядом. Так хорошо, когда мы лишь вдвоём, Когда с утра меня окидываешь взглядом, И как-то вечером вино мы в ванной бьём. Мне так приятно, когда меня целуешь, И дрожь по телу снова выдаёт, Как сильно меня каждый раз волнуешь. Не отдаю себе я в действиях отчёт. Мне так уютно, когда ночью обнимаешь, Когда по телу ты своей ведёшь рукой, И одеялом меня снова укрываешь, Когда к тебе я повернусь опять спиной. Как хорошо тобою быть любимой, И как прекрасно мне любить тебя. Ты лучший над землей, неповторимый, И знай, что я на лиге лишь твоя. Люди смешны, словно бабочки в банке. Люди играют, как будто в кино. Все выворачиваются на изнанк, Всё ради тех, кому всё равно. Люди с утра в маску лжи надевают, Истинность будто не в моде давно. Доброе быстро они забывают, И никому здесь не нужен никто. Люди все стали коварней, чем звери, Другом назвать можно только себя. Здесь невозможно кому-то поверить, Жить научились, совсем не любя. Трудно, тревожно и очень печально. Люди забыли про радость в свет. Так вот нечаянно, так вот случайно, Ценности люди свели все на нет. А мне было когда-то грустно и плохо. Казалось, что мир вот-вот должен рухнуть. В какой-то момент, может, хотелось обнять кого-то, Но чаще, словно в холкан, потухнуть. Боль сдавливала всё моё горящее тело, И руки дрожали, когда хотела взять кружку с водой. Кричать не было сил, и я просто ревела, Прижимая к груди, словно жизнь. Это фото с тобой. За окном пели птицы, но пение их затихало, И стук сердца в груди, и напоминал уже барабанную дробь. И казалось, что жизнь по частям в голове пролетала, И ударила, словно острым кинжалом мне в голову кровь. Я боролась, стремительно встать и пойти я пыталась. Я хотела счастливой встать и прожить целый век. Но сейчас мне плевать, что совсем ещё мало осталось. В моей жизни он был всей судьбы моей человеку. Ещё немножко груди. Кап, кап, капала с душа вода. Она смотрела на порезанную ногу и понимала, что никому не нужна. С коленок тихо сочилась кровь, а на халате сидела наглая муха. Её глаза наполнялись слезой, а душу рвала на части разлука. Она оделась и куда-то пошла. Бесцельно. Просто вдоль по коридору. И не чувствуя силы в ногах, белую стену нашла, как опору. Съехав на пол и глаза прикрывая, просто рыдала она, как дитя. Сердце своё на куски разрывая, криком просила вернуть ей тебя. Просто ещё раз увидеть глазами. Просто ещё раз тебя ощутить. Но решено было всё небесально. Ей остаётся одно лишь убитие. А теперь немножко вспомним о войне. С каждого ранку доблюсь в окно и бачу солнце, альтанку. А может, цього взагалі не было. Не было б для меня святанку. Люди працюють, сміються, кохают, мають хліб. И до хлеба вас. Только про тих они забывают, хто четыре года бился за нас. За ради нас они воювали, чтобы мы смогли побачить життя. Зрювались на винах, под пулей вставали. Для них війна стала звичным буттям. И день и ночь в окопах сидели. Хворі, здорові, старі и молоді. День перемоги зустріти хотели. Хотели и деснити всі мрії свои. И не каждого з них чекала родина. Бога благала життя зберегти. Тим, хто пішов против вражного сина. Благали смерть від них, від вести. Солдати тим часом від праги вмирали. И холод их мучив, погода лиха. За волю вітчизни вони воювали. Дети-українці, в них здача така. Жити так вільно до теплої жвави. Змерти так згадку лишить по собі. Вони віддавали життя за державу. За те, що б жилося сьогодні тобі. Так, перемоги вони воювали. Хоч часу пішло багато на це. Багато життів, хоч без жалі, віддали. Рішучи, рванувши гранати кільцей. Не всі повернулися з бою важкого. Хай Богом буде завжди. Не всі повернулися. Та що ж тут такого, якщо Україна буде цвісти? Кожного раму вставатимуть діти. Сонце і ранок в очі вберуть. Може, колись принесуть вони квіти. На братську могил їх покладуть. А я вже собрала сумки, чемоданы, сложила книги по коробкам і пакетам, сожгла ненужні газети і журнали і викинула старі конфетки. Успела я з друзями попрощаться, сказати спосібо за горячий пот. Прощення попросити, во всім признаться, з подругою помечтати о Чорному морі. Убрать открытки і свої кружки оставила на завтрашнє утро. Разбила во дворе тарелки, кружки і слушала свій пульс я поминутно. Вот вроде і готова в путь, в дорогу. Хоть і не знаю свого маршрута. Успела, но успеть іще б не много, лише встретити з ним весенніе, а не утро. Варить кофе і мечтає лише о нём. Як рассвет їх тихій поступ'ю разбудит, як согреєт він її морозним днём. А на світі в це все, від дуже любить. Засыпає, представляє демний сон. Як же хочеться, щоб він сейчас був рядом, щоб сердця їх зново вилися в унісон, щоб ласкало її, а тихим, нежним взглядом. Ну, а воно, сейчас він дуже далеко, і розлукав зново в неї розбудить слези. Безлюбимого їй дуже нелегко, з нею сейчас одни лишь сны її і грези. Зново тихо ляжет спать она одна, зново буде представлять його объятия. Безконечна і безумно влюблена. І забудила так просто она. Счастье. Ми хранимо висполезні фото, що напомнят когда-то о прошлом. Ми боїмося їх викинути утром, і не можемо їх зжать даже ночі. Ми хранимо те мгновенья і минуты, що когда-то нас рвали на клочья. Ми лелеємо письма в конвертах, от себя в дальній угол їх пряча. І з кіно два потёртых билета, що для нас нічого уж не значить. Ми хранимо номера телефонов тех людей, хто вже не позвонить. Ни друзей, ни родних, так, знакомых, хто когда-то, будь може, нас понял. Но однажды под кулки шум ветра і под грохот отчаянный грома розорвем фото вместе с конвертами і сотрем номера всех знакомых. А потом, а потом вечерами, словно пазлы опять собирая, соберем то, що було лише з нами. До себе в душе повторяя, що ніколи не стереть осколки прошлих воспоминаний. Запитаю я у сонця, що далі робити? Мені сонце тихо скаже, треба просто жити. Запитаю я у неба, як же мені бути? Небо скаже мені просто, минуле добути. Запитаю я у дуба, коли щастя буде? Дуб сердито мені скаже, доля незабутя. Запитаю у синиці, як же краще жити? А синичка прощебече. Любить, все любить. Запитаю у Діброва, де ж оце мій милий? А Діброва мені скаже, там де льоду брили. Запитаю у землі я, коли ж його побачу? А вона мені тихесна, як ворогів пробачиш. Запитаю у веселки, як його любити? А вона, як пташка, скаже, серцем розуміти. Запитаю я у маму, як його плекати? А вона тихенько, доню, просто цінувати. Я усім скажу спасибі за таку розмову. Буду все я цінувати, як першу колискову. Кожен день я буду жити, ніби він останній. Для кохання приготую добре привітання. Бережіть любов велику, чисто та взаємно. Дуже сумно все втрачати, та ще і як даревно. Один одного цінуйте, кохай не не втрачати. Зраду витерпити вашу, все допом'ятаю. Дякую за перегляд. Спасибо.